В Аждоцком центре абсорбции новые репатрианты и живут, и учат и врит, причем настолько старательно, будто от экзаменов зависит их жизнь. Это, впрочем, недалеко от истины. То, как сложится на новом месте жизнь и карьера молодых, но уже довольно опытных врачей, во многом зависит от того, насколько быстро они найдут общий язык и со своими коллегами в израильских больницах, и с пациентами. Репатриировались они в рамках программы, которую Министерство абсорбции осуществляет в сотрудничестве с агентством Сахнут. В странах бывшего СССР число желающих записаться на эту программу очень велико. Вы знаете, причин действительно две. Первая – это программа, потому что возможность огромная. Во-первых, комфортно жить, во-вторых, учиться много, и я это уже поняла, что действительно учимся мы очень много. А во-вторых, это, вы знаете, закончились возможности в Украине, если можно сказать так. Потому что проработав 10 лет, я поняла, к сожалению, что перспективы нет, а развиваться хочется. Нам еще в другом повезло, что здесь Ульпан очень рядом с нашим жильем, и Ульпан замечательный. Те успехи, каких мы достигли за это время, я думаю, что не во всех Ульпанах такое вообще возможно. Прежде я работала в обычных, не специализированных Ульпанах Иврита. И разница, конечно, огромная. У этих ребят очень высокая мотивация. Отношение к учебе другое, домашние задания всегда выполнены. Никто не опаздывает. Им очень приятно преподавать. Данный проект профессиональной абсорбции медиков реализуется уже в третий раз. По итогам первого заезда из 40 репатриантов 38 уже работают, причем 9 врачей получили лицензии, находясь в стране менее года. Вторая группа, 35 человек, тоже почти вся уже лицензирована. В августе месяце начался третий проект врачей в Израиле. В нем участвуют 42 человека. И с августа месяца они уже начали изучение Иврита, причем это медицинский Иврит. В больнице Каплан школа подготовки врачей и репатриантов успешно действует уже около 20 лет. Сейчас экзамен на подтверждение лицензии можно сдавать и на родном языке. Но Министерство здравоохранения планирует ужесточить правила. И уже со следующего года все будет только на Иврите. Из 960 часов обучения 150 отводится на одну лишь терминологию. С учетом нынешнего кризиса в отрасли и того факта, что 50% зарплат нанимателям компенсирует Министерство абсорбции, а год стажа датирует целиком, в том, что и эти врачи найдут себе место в больницах или больничных кассах, сомневаться не приходится. Субтитры делал DimaTorzok